По данным Генерального штаба ВСУ, наибольшая активность противника сохраняется на Кураховском направлении. Там россияне 39 раз пытались прорвать украинскую оборону. Продолжаются бои на Покровском направлении. Украинские защитники отразили здесь 15 атак российских оккупантов. На Времевском направлении противник безуспешно пытался штурмовать украинские позиции 13 раз. ВСУ, как отметили в Генштабе, контролируют ситуацию и истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу. Покровский формат уже второй сектор, который является основным для продвижения противника и захвата, был также очень активно отработан в плане контратак нашими войсками. Это дало определенную перспективу, мы продвинулись вперед. Если говорить о Волчанске, там мы проводим и контрудары, и специальные операции. Там наше есть эффективное подразделение, которое не дает врагу не только наступать, а мы проводим контрнаступательные операции и уничтожаем целое подразделение. Поэтому и враг уже не имеет возможности подтянуть больше сил и средств, ну, в таком стратегическом формате. Поэтому вынужден или держаться, или отступать. Видео отражения атака россиян на Покровском направлении выложили украинские штурмовики. Они продолжают сдерживать натиск противника, не давая никакого шанса на прорыв. Целое подразделение российских оккупантов, украинские десантники, разбили на Купенском направлении. Как рассказали воины, россияне лишились более сотни солдат, а также тяжелой техники. Десантники отметили, что за успешными действиями стоит слаженная боевая работа нескольких подразделений, в том числе разведки, артиллерии и ФПВ-дронов. Мы занимаемся разведкой, корректировкой, наблюдением за противником. У нас, по факту, есть почти все классы беспилотников. Для меня наибольшее преимущество в нашем подразделении, что скучно не бывает. Тебе всегда приходится чем-то новым овладевать. Это круто. Сдерживают все попытки противника штурмовать украинские позиции Силы обороны и на Углидарском направлении. Воины отмечают, что они не только отбивают атаки россиян, но и нейтрализуют дроны. Вот это у нас средство такое против ФПВ-дронов, очень эффективное. Мы уже с ним посадили и посадили маков, а ФПВ это шикарно сажает. Сразу падают, только включаем и сразу. Мусим противат. Должны работать, отгонять, прикрывать передние позиции. Ребят, там же наши ребята. Мы поработаем, все, они уже назад бегут и дальше не лезут. Влево 10, влево 10. Плюс лево 10. Воины ГУР и оперативно-стратегической группировки Таврия обнаружили скопление псковских десантников в лесопосадке Запорожской области. Там россияне готовились к маневру. В сообщении главного управления разведки Минобороны Украины сказано, что по противнику был нанесен ракетный удар, уничтожены два тяжелых российских трала и личный состав. Как сообщили в генштабе ВСУ, 1350 солдат российская армия потеряла за минувшие сутки. Всего же с начала полномасштабного вторжения потери России составили почти 709 тысяч военных. Силы обороны Украины также уничтожили за сутки 11 танков, 29 бронемашин, 31 артсистему, 44 БПЛА, а также более 120 единиц автомобильной и специальной техники противника. Российские военные вместе с солдатами из КНДР атаковали украинские позиции в Курской области, пишет Форбс. В издании отмечают, страны-агрессор, по всей видимости, пытается вытеснить ВСУ из региона до того, как избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность и, вероятно, предложит заморозить линию фронта. Одна из причин, по которой Пхеньян согласился отправить Москве военных, это отсутствие у армии Северной Кореи опыта введения современных боевых действий. В Курской области россияне обучают солдат из КНДР управлению беспилотниками. Войска Северной Кореи были переброшены в районы неподалеку от линии фронта под Курском, чтобы обучаться в реальных боевых условиях использованию дронов FPV. В течение трех месяцев северокорейцы будут готовы заменить российского боевого солдата, но Украина определила места их дислокации. Мы знаем, что на этих позициях находятся северокорейцы, и эти позиции были поражены. Андрей Коваленко, глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной обороны и безопасности Украины. Андрей Коваленко уточнил, что солдаты из КНДР понесли потери в живой силе, но их масштабы не раскрыл. В то же время потери техники 810-й бригады морской пехоты Вооруженных сил России, совместно с которой действовали северокорейцы, составляют 10 БТРов. Часть бронетранспортеров уничтожили или повредили украинские военнослужащие. Другие россияне бросили на поле боя. Появление первых подразделений в составе 810-й отдельной бригады морской пехоты, это не просто так они там появились. Дело в том, что 810-я принимает участие в наиболее активных боевых действиях, в основном штурмового характера. Они понесли серьезные потери, и поэтому вынуждены были пополняться не за счет того резерва, который есть российский, а получить определенное пополнение от северокорейского ресурса. В скором будущем солдаты с КНДР могут перебросить и в Украину, прогнозируют военные аналитики. На временно оккупированных России территориях они могут занять второй эшелон обороны или строить фортификации. Из тыловой зоны, например, Запорожской области, Левобережной Херсонщины и так далее, был бы высвобожден ресурс, который эти функции в составе российских оккупационных войск россиянами выполнялся, и их отправили бы на линию боестолкновения. А северокорейские военные выполняли бы этот функционал в глубоко тыловой зоне. Но, опять-таки, абсолютное непонимание российского командования, насколько они себя проявят в той или иной функции, вынуждает их сейчас действовать осторожно. Вот достаточно осторожно в том плане, что они постепенно, пошагово начинают их вводить в боевые действия. Эффективность северокорейских подразделений на поле боя под большим вопросом из-за трудностей координации. В аналитической организации Центр оборонных стратегий отметили, что языковой барьер и отличия в уровне военной подготовки между россиянами и северокорейцами станут для вооруженных сил Федерации серьезным испытанием. Этой ночью взрывы раздавались в российском Брянске. Там работало ПВО. В городе были пожары, а под удар дронов могла попасть воинская часть, утверждают очевидцы. В общей сложности губернатор Брянской области заявил о сбитии 15 БПЛА и заверил, что пострадавших и разрушений нет. По местным телеграм-каналам расходятся кадры пожаров. Неспокойными были ночь и утро в Подмосковье, также оказавшимся под атакой дронов. Там отчитываются, что сбили более 30 БПЛА. Местные жители публиковали видео, на котором видно, как сбивают беспилотники. Местные также публикуют видео пожаров. Так в Раменском в огне два дома пострадала женщина. Есть сообщения о пожаре под Жуковским, а в Софьином горят автомобили. В московских аэропортах Мнуково и Домодедово был введен план-ковер. Были задержаны на вылет и прилет авиарейсы. Ярослав Марущенко в рамках марафона на телеканале Freedom. Ну а далее в эфире мои коллеги Анастасия Мазар и Сергей Геременко обсудят ситуацию на южном участке фронта.